как сделать офигенные бутеры короче берем сыр рекламе не реклама но без литовская это уши то есть берем краб типа крапьем и ну это было лучшее что я нашел ну как бы было там еще кое-что вот такое вот вещи 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 короче на салат и оставлю берем майонез и все смешиваем кстати сыр на терочке вот такой терочке натираем мельники ну понятно вот так берем буквально две палочки снежного краба и шинкуем короче лазим по своим загашником ищем мы ищем работают короче много не надо буквально пару головочек и хватит продолжаем прошу прощения с качество на чтобы было легче чистить отрезаем попки дальше покажу далее если есть более-менее шефовский нож просто вот так делаем считайте они почищены 1 и как говорится 2 чесночок у нас почищен кстати по желанию можно просто нашинковать либо 5 лежит если честно чеснокодавка вот он либо чеснокодавка просто я почитаю больше шинковать потому что все остальные вкусы интересные именно вот чеснока вот это вот то что должно оставаться остается все чесночок мы добавили и дальше сразу говорю любите не любите обязательно соевый соус добавляем меня грамм где-то 25 грамм все обычно 5 грамм не более того надо только чисто для вкуса потому что никакой соли ничего здесь не будет вообще ничего такого здесь не будет и приблизительно 20-30 грамм мазика сразу говорю я только беру такой это не реклама именно на перепели на яйцах просто это мой самый любимый майонез который такого можно принципе придумать я только его уберу и все другие не как-то жизнь замешиваем все это дело помните мне пожалуйста у меня к сожалению императора точнее оператора своего нету она мои стойки я покажу на какой точнее не говоря не стойки а на штативе просто сломалось крепление на которое можно крепить телефон и эта стойка поднимается на метр пятьдесят шесть очень шикарно снимать конечно дополнительные есть скажем так уровне все шикарно но крепление к сожалению сломалась надо креплениями так что пока снимаю так от руки включаем сковородочку у меня привычка до сих пор вот этот странный кран кстати поменять на шаровой они более надежные берем поджигалочку поджигалочку поджигаем ставим на проценту на 40 сковородочку и продолжаем вот это наша шикарно помазочку намазываем на эти вещи ну на хлебушек на тостовый хлебушек намазочку помазали берем наш любимый ножик режем на пополам именно по диагонали скажем так а тут уже на любителя можно конечно другой взять по диагонали разрезать и наверх положить но мы любим нормальный скажем так вещи ложим это вот так прижимаем сейчас покажу что дальше делать а теперь что мы делаем вот эти сочные жирненькие бутерки берем посуду не помог пожалуйста и ложим 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 они прям прожаривались ну а пока готовится наша вкусняшка кстати вот этого мы соответственно что сделаем помоем посуду продолжаем особенно когда-то холостяк что надо делать кто будет мыть посуду я я и буду готова забираем положим сюда смотрите что здесь происходит ай красота какая бутер это нереально вкуснятина смотрите сами это просто шикарная штука всем советую кстати реально просто не заморачивайся очень легкое блюдо готовьте очень быстро вы очень вкусно всем как говорится добра максим позитива всем пока